друзья всем привет я в мурманске такие все душные прямо не могу самолет нельзя снимать о боже ладно вышел я из аэропорта сегодня у нас 1 мая я прилетел в мурманск и за бортом где-то 2 градуса еще снежок лежит погода супер по плану в тире берку надо бы сгонять и по самому мурманску погулять так что оставайтесь я думаю будет интересно на джамшутке видим 94 рубля с аэропорта стоит до конечной минут тридцать ехать сказали проще я прибыл на железнодорожный вокзал здесь рядом автовокзал вон джамшутки стоят уже взял билет до тире берки завтра 18.00 сейчас пойдем город изучать вот эдер стоит эдик симпатичная кстати станция вот с этой стороны лебедь там уже краном жирафы портовые и памятник алёша в блике обязательно туда сходим здесь огромная сортировочная станция грузовая вагоны напиханные углем какой-то залой первое место куда я двинул это знаменитый на всю россию атомный ледокол ленин 1 в мире надводное судно с ядерной силовой установкой стоит он недалеко от вокзала так что пойдемте по пути попалась типичная советская остановка но с нетипичными укрытиями от буранов и ветров позабавила ледокол ленин проработал 30 лет и в 1989 году был выведен из эксплуатации и поставлен на вечную стоянку в мурманске сейчас на ледоколе действует музей 1 мая праздник здесь отмечают люди огородили площадь кстати в мурманске самый северный макдоналдс в мире конечно достижение очень сомнительное но тем не менее факт остается фактом вот здесь даже табличка короче имеется самый северный в мире ресторан макдоналдс город мурманск открыт 28 вюня 13 года грех не заглянуть иду пока куда глаза глядят я заселился в хостел завтра у меня целый день 18.00 отправление с автовокзала в териберку или териберку поэтому хочу основные достопримечательности все такое ставить на завтра сегодня уже вечер так поубивать окраиной дворами и так далее вот это конечно неотъемлемая часть севера скалы это очень прикольно выглядеть прямо в городе как-то придает виду такая лестница пожарная стрёмные да и вот этот дом очень необычной серии я такую серию не видел у нас нигде больше может быть чисто для севера делали вот стоило скруглить углы сразу интереснее становится на вид хотя скорее всего это из за того что просто не типичный для вида дом поэтому так кажется что выглядит он круто на самом деле дом как дом обалденные виды открываются вокруг есть церквушка чуваки прикол просто кто-то колонку высунул из окна и музыка шпалит чисто диджей мурманский но надо отдать должное что играет не какая-нибудь шляпа рамштайн уйдешь такое здесь чисто скалы открылись знаменитейший мурманский водопад я до него таки дошел на самом деле очень приличный город я ожидал от мурманска совсем другого типа как петропавлов камчатский хуже здесь все домики красивые такие стильные не самый плохой город далеко не самый но хотя нет эти районы они никуда не делись вот они вот эти всратые дома это полу заброшенные вот заколоченные окна то есть тут такое все-таки имеется я иду к алёше вот наверх поднимаюсь здесь в троллейбусы ездят автобусы кстати ли азы вот сталинские двухэтажные дома заброшенные люблю их вот если их отреставрировать они прям пушечные сегодня пасху отмечаем снег пошел завидно нет вот снежинки 2 мая пасха погода сильно поменялась нас накрыло облако и пошел сильный снегопад я начал подъем к памятнику прыгая по скалам я пробирался все ближе и ближе видимость сильно ухудшилась и почти весь мурманск пропал из виду но памятник было видно хорошо настроение очень поднялось честно признаться я был просто рад видеть столько белых мух в мае месяце смотрите весь город накрыло вообще ничего не видно алёша мемориал защитником советского заполярье в годы великой отечественной войны открытие мемориала было приурочено к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в заполярье статуя алёши уступает по высоте в россии лишь волгоградской статуи родина-мать высота всего монумента составляет 42 метра взгляд воина устремлен на запад в сторону долины славы где во время великой отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на поступок к мурманску во время боевых действий на этой вершине находились зенитные батареи прикрывавшие с воздуха город мурманск вот и солнышко выглянуло очень здорово что есть такая возможность полазать по скалам буквально в черте города что не стали здесь ничего застраивать какие-то парки делать то есть сам иди гуляй развлекайся и это здорово такая часть природы можно так сказать здесь в бурманске построили несколько домов московской серии ps44 т вы их сейчас увидите вы сразу их узнаете если вы когда-либо были в москве или проживаете в ней такой кусочек москвы в мурманске народ а вот посмотрите как раз эти дома панельки московской серии офигеть так необычно их здесь встретить да это панельный дом просто у него декор под кирпич он не кирпичный и ощущение полный как будто я в каком-то зеленограде нахожусь в общем-то даже подъезды все точно такой же но немножко отличается от московской серии прям совсем капельку вот еще спереди как они выглядят эта улица героев североморцев дом 50 и дом кажется 48 то есть тут всего два дома таких прокатился на троллейбусах силу и потопал в сторону автовокзала сегодня у меня отправление в тире берку на автобусе номером 241 расписание у него удручающие четыре раза в неделю он бегать до тире берки и обратно билет я взял еще вчера чтобы точно уехать и и и и и и и и и мне повезло я забронировал последнюю кровать в хостеле это именно тот случай когда я советую вам намного заранее искать себе жилье в тире берки ребятки короче для любителей пятизвездочных отелей просто мимо сразу же мимо вот наш дом такая пятиэтажечка советская ну клёво иду гулять тоже завтра все в автобус то есть у меня ночь реально сейчас будет на улице вся ночь зачем я такой этот пост убрал непонятно короче я на каких-то жестких северах отправляюсь ночью к северному ледовитому океану это во мне это красиво сколько сейчас вот 2114 еще светло вполне тут белые ночи начинаются и вот наш наша пятиэтажечка виднеется да конечно здесь вообще долбеня долбеня но природа обалденная вот одна часть серебряки другая вот там за горой ее сейчас не видно но мы на автобусе туда заезжали лужи очень много дорога конечно разбитая вот мы сюда ехали ребят кто на своей тачке захочет на легковышке конечно проехать можно вы там не утонете не застрянете но подразобьете ее подвесочка вам спасибо не скажет на автобусе стоило где-то 520 что ли рублей в одну сторону но этот автобус он идет крайне неудобно то есть вот сейчас приехали вечером и завтра с утра в 7 утра он уже отъезжает а следующее через день то есть они каждый день не ходят поэтому я вот в такую ночную экспедицию выбрался потому что мне здесь ждать сутки еще просто никакого желания нет я лучше за это время посмотрю что-нибудь другое я смотрю тут вполне себе натоптано люди ходят это вот наверное самое популярное здесь место этот маршрут до батарей которые стоят на берегу северного ледовитого океана вот до них хорошо бы дойти ветер пробирает и показался моему взору северный ледовитый океан ну привет какие-то здесь строения и вот между строениями и озером там перешеек небольшой и там дорога она туда ведет ну в принципе здесь потеряться сложно потому что вот видно что вот тут там люди ходят массово причем ой я увидел людей значит еще здесь есть такие же кто ночью гуляет только они по-моему назад идут ну ладно сейчас расспрошу может быть что-нибудь интересное здесь судя по картам какой-то пляж пляж карл пляж люди купаются наверное да но я бы кстати ради интереса воду попробовал бы на ощупь скорее всего она покажется теплой потому что охлаждающий эффект маленький ой эти скалы выступы блин это так круто вот так поскакать по ним можно ну вот суровый пляж ой еще люди я себе губу здесь раскатал думал что белые ночи прям белые ночи но скорее всего все таки темно будет блин ну вот что это за след такой здоровый в половину моей ноги я надеюсь это не волчьи так водоохранная зона окей несмотря на то что солнце практически ушло за горизонт тьма не наступает с этой стороны так что может быть все таки белые ночи я застану и вот такая туча надо мной повисла уже чуть-чуть снижит вряд ли удастся это увидеть но снижет как будто бы лучики еще проскакивают сейчас светлее стало я не знаю видно вам нет вот там над горой прям видно такой лиловый цвет а это пирамидка я издалека прям на сто процентов был уверен что кто-то стоит силуэт человеческий нет это всего лишь пирамидка я здесь один в принципе недалеко и ушел вон давай видны так то здесь дорога близкая уже больше половины я думаю преодолел сейчас небольшой подъемчик какой-то водопад здесь по картам есть и финальный аккорд это батарея любимая забава детства оп хорошо разрядились идем дальше какая-то напряженка все равно остается вот эти вот следы меня калят то что соло там в одно жало куда-то иду одно успокаивает то что волки они редко нападают на людей тишина начинает давить вот этот писк какой-то в голове надавливает хотя вообще гробовая тишина даже ветер не слышно здесь на снегоходах похоже еще это путешествует вот но я по своей тропе пока иду в принципе где-то уже вот там батарея будет то есть недолго осталось кстати время 22.11 все еще светло иду короче ништяки уплетаю за обе щеки порадовать себя хочется сладеньким о разделение в три стороны но я пойду пожалуй сюда а вот переходить реки в брод я не планировал походу здесь этот водопад пойдемте посмотрим ну ладно в принципе здесь по камням можно без проблем вау нифига себе ууух ууух вот здесь стоишь кукушка начинает ехать в крошок реально Я прям слышу, как будто либо кто-то плачет Либо кто-то воет Но это все лишь вода На мокрое не наступаю, потому что скользкие В принципе пройти... Блин Блин, блин, блин Это все талая вода Холоднющая Фу, прошел Кстати, водопад назывался Батарейский И оборонительные сооружения уже близко Буквально вон на том холме Ой-ой-ой Так, ну судя по всему Вот здесь подниматься Что-то жизнь меня к такому не готовила Я думал, будет Дорога прям... Ну, такие испытания Это хорошо, это прям приятно Это смотрите, сейчас 22.30 Все еще видно Мне кажется, это оно Уже что-то вырисовывается Вот какая-то рельса Я практически дошел Крест здесь установлен И вон там видны пушки Все, мы здесь Наконец-то Сколько лет я смотрел на это место по картам И наконец мы здесь А сегодня Пасха Еще От холода камера садится Батарейка уже мигает Но у меня есть про запас Так что не страшно Ого, слушайте А я думал, это так просто Укрытие для пушки Сама пушка здесь тоже имеется Да ну Так, там есть кто? Надеюсь, нет Ого Вот это да И вы представляете Здесь наши Дежурили Боевой Боевое дежурство несли Кажется, их всего четыре Раз, два, три Я почему-то так рад, что сюда пошел В это время Потому что Представляете, завтра все сюда ломанутся И здесь будет народ А сейчас я просто реально один Я вот еще к самой первой подошел А где они укрывались? Вот неужто вот в этих вот помещениях Блин, даже и помещением-то сложно назвать Штурвал Сохранился Ну, наверное, заварен Ой, я в пушке спрятался От ветра Сейчас перекусон небольшой устроит Да, ребят, уже пойду назад В принципе, я посмотрел то, что хотел Мы все увидели Никуда не бежали Не торопились Сколько сейчас на часах? 22.58 Почти 11 Какие планы дальше? Дальше я хочу В Кировск И в Апатиты Посмотрим, что эти города Себя представляют А потом На поезде Поедем через всю Карелию Сегодня Пасха, друзья Всех с праздником Вот в таком Замечательном месте Ловите мои поздравления Все Иду назад Пришел в хостел Посреди ночи Поспал часа четыре И рано утром Сел в автобус Который довез меня До Мурманска Поубивав знатно время Бродяжничеством По городу Купил билет до Апатит И четыре часа Ехал в КД-9М Приехали на станцию Которая называется Лапландия Стоим здесь Десять минут В Апатитах У меня не задалось С самого начала Я пропустил все автобусы Так плюс ко всему Еще с жильем опрокинули Я сейчас расскажу Короче, я заселился История Я в самом Кировске Выбрал себе гостиницу Но мне оттуда позвонили Сказали, что значит Вышло срочное распоряжение В ходе которого Теперь все должны предъявлять ПЦР-тест на ковид Либо документы о том Что ты привитый У меня ни того, ни другого нету И я типа Подиспугался Думаю Нифига себе Че сейчас на улице Жить Ну, нет Какой-то нашел Ну, меня походу Обманули Место называется На Белой речке Стоит 830 рублей Это какой-то пол-хостел Можно сказать Вот я такой Бичеватый Потому что Стеребельки Типа не былся Не брелся Все дела В общем Всем споки До завтра Завтра пойдем Кировск Извечать Так, это апотиты Вот это здание Где я жил Здесь остановка Сейчас в Кировск Хочу поехать Смотрите Сзади градир Никакие горы Белоснежные Что у нас по расписанию Господа Я в Кировске Вон Ленин стоит Город не очень большой Здесь есть заброшенная ЖД-станция Вокзал целый Раньше сюда поезда ездили Колонны из кирпича Такого Прям по-советски Очень все Смотрите Вот это Центральная площадь И она вся Занесена снегом Ее вообще не чистили То есть по идее Здесь можно ходить Здесь тротуары Скамеечки Урны Но Не в мае Не в начале мая Какой-то учебный центр Видок, конечно Вообще Суперский Ощущение Как будто бы Где-то реально Ну в Норвегии Что ли находишься Потом смотришь Вон туда На задний фон И там пятиэтажечки Такие советские Смотрите, там товарняк едет То есть ЖД здесь Она действующая Она просто не пассажирская Пассажирского сообщения Здесь нет Но было Слушайте, я знаете, что понял? Это на Категат похоже Такой чисто российский вариант Но это Категат Небольшое лирическое отступление Категат Это город из сериала Викинги Который мне почему-то напомнил Кировск Этот город находился На берегу залива И был окружен горами Так что Некоторая схожесть имеется Кстати Вон уже ЖД вокзал Заброшенный И вот там На горе Посмотрите Фуникулер Но есть подозрение Что просто поехать Посмотреть Не получится Придется Либо лыжи брать Скатываться реально Это, блин, в копеечку выйдет Ладно, глянем Я хочу туда сходить Разведать Потому что Было бы интересно На этот город Сверху именно посмотреть Да Долго придется ждать поезда Хотя вон дальше Вон там ЖД уже действующая Грузовая ветка Ух ты А вот смотрите С этой стороны Прикольно сохранилось Восстановить бы все это Да кому это надо, да? Очень симпатичный вокзал С этой стороны тоже Кировск написано Так он В сталинском ампире Что ли сделан А там что интересно О, там лестница Ну ладно Ого, можно подняться И даже спуститься Есть подвал Одна штука Да, вот где еще можно забраться На крышу Железнодорожного вокзала Правда здесь крыши Как таковой нет О, типа мы наверху И вон уже Кировск И фуникулер Виден Класс Иду вдоль малоэтажной Сталинской застройки И вот там наверху Видно уже фуникулер Столько народа там катается На такой объектив Конечно не передать сейчас Но поверьте мне Народа много О, ремонт обуви Прикольно Я иду узнать Можно тогда просто подняться Типа Ну не кататься на лыжах Просто подняться И посмотреть вверх Короче Просто подняться Без лыж Без ничего 300 рублей Здесь есть такая опция Так что кто не хочет На лыжах Или там на сноутбордах Можно просто поглазеть наверху 300 рублей Судя по всему Я обратно один поеду На фуникулере Потому что здесь все Ну сами понимаете Ну прикольно А здесь кстати не очень холодно Я думал будет холоднее Я даже здесь заброшку нашел Ё, после улицы так темно Кстати лайфхак Я до сих пор не вижу Глянусь Я не вижу что в этом углу Но Можно с помощью телефона увидеть Который осветляет Вот например вот здесь О, кстати здесь тоже Ну тут сейчас уже немножко вижу Дверь такая, да? Цвет новенькая Интересное место Печь короля Артура Вот здесь в камне Все разгоняемся О, полегче Все, приехали Ну ладно Сидим Сидим Все, я на большой земле Выполнил весь план свой Все, что хотел То посмотрел Так что Оставшееся время буду Ну что-нибудь Наверное просто гулять Особо снимать не буду Сегодня у меня вечером 23 Поезд Петрозаводска Петрозаводска Я в поисках своего жилья И ощущение Как будто бы я в какой-то Финский квартал зашел Вот эти дома Они ну прям совсем Нетипичные для наших Для нашего региона Вот А вот Посмотрите Как в Финляндии реально Что называется Климат не помеха Отель называется Центральный Недалеко от вокзала Буквально 10 минут пешком Две кровати Срайне Все гуд После всех этих советских городов Мурманск, Кировск, Апатиты Сюда попадаешь Петрозаводска Прям как другой мир Потому что здесь такая еще Царская застройка И вот я иду по центру Все здесь В таком стиле Вот Какой-то Судя по всему Театр Норд Дэнс Написано И Памятник Кирову Сейчас угарнете Дорогие друзья Петрозаводск 6 мая Довольно снежно на улице И кайфно Это Московская серия домов Так же как и в Мурманске Только здесь не П-44Т А просто П-44 И Одноподъездная свечка П-68 Вон она Сзади Такая высокая Мы сейчас конечно же подойдем И посмотрим Я вот здесь иду Здесь кусочек П-44 уже Виднеется Но одни здесь Раз Два Три Четыре Пять Пятиэтажечки Во Буквально Несколько штук На весь город Если не на весь регион Вот Пятиэтажечка П-44 Здесь чуть повыше Я вижу Что-то переделали Здесь какой-то Самопал Подъезды Вообще не похожи На оригинал П-68 И все это Можно сказать В частном секторе Потому что Там уже частные дома Пошли А с той стороны Вообще лес Сосновый Кстати Еще одна небольшая Отсылка к Москве Вот эта речка Называется Неглинка Течет она здесь Не под землей Неглинку Можно воочию Видеть Прямо именно в черте Города Там далее Сейчас будут ЖД переезды Пересечем их Потом будет район По-моему Октябрьский называется Там позависаем И где-то в 9 часов Вечера У меня уже поезд Но времени Еще предостаточно Хотел на Кижи съездить Но увы Они то ли с июня То ли с июля Потому что Сейчас еще походу Этот там Лед лежит Гулял вчера По центру И я ничего Вообще Не записал На камеру Потому что Скучно Неинтересно А вот здесь Сейчас где-то На окраинах В долбенях Гуляю И вроде как Хочется даже Что-то писать Записывать Но что-то в этом Есть такое Интересное Ламповое Кстати я в таком Районе Где деревянных Бараков Очень много Вот посмотрите Вот эти Они Можно сказать В первоначальном Состоянии А рядом Стоит Отреставрированный И какой Симпатичный Дом стал Это к слову О том Что у нас Любят все Сносить Говорить Что все Старое Все непригодное На самом деле Это жилье Ну я конечно Внутри не был Не знаю Но Блин Внешне Оно Прям Может быть Приятным Здесь покрасили Синеньким Там тоже Ничего До Чапал До станции Голиковка Голиковка Да Все правильно Я не знаю На улице Какой-то Декабрь Прям мерзенько Очень мерзенько Петрозаводск У нас туда Туда Санкт-Петербург Типа мы здесь Проезжать будем Но К сожалению Здесь поезд Не останавливается Да еще и времени Много Так что сейчас Назад пойду В общем Все что хотел Посмотрел Я думаю Следующие кадры Уже будут Либо из Москвы Либо из поезда И Можно потихоньку Завершать эту поездку Субтитры создавал DimaTorzok